Здравствуйте дорогие друзья, с вами ТикТокМир, продолжаем серию обзоров. Напомню честно и объективно о японских часах. В очередной раз у нас в студии блистательная модель Citizen Chronomaster с классным черным цветом циферблата. Сейчас рассмотрим поподробнее. Называется эта моделька S-TQ570955. Кстати, одна из самых дорогих вообще во всей линейке Chronomaster, во всей линейке The Citizen 280 тысяч японских йен. Раз уже речь зашла о том, что есть The Citizen Chronomaster, давайте разберемся, у вас возникают вопросы, не многие понимают вот эту градацию. The Citizen это топовая линейка японских часов в компании Citizen. Есть Atessa, есть Exit, есть Promaster, есть The Citizen. И внутри The Citizen у нас есть три направления, три, скажем так, модельных ряда. Первый это автоматический калибр, стоит дорого, но очень и очень хорошие часы, единственное, диаметр 38 мм не всем подойдет. Второй модельный ряд это часы высокоточные на солнечной батарейке EcoDrive. Наиболее обширно именно данные модели представлены, они представлены и в титановом корпусе, и в стальном, есть подешевле, подороже. Все вы видите на вашем экране, много, на самом деле их очень много. И третий модельный ряд, как раз таки наш с вами обозреваемый Хрономастер. Моделей здесь не так много, отличаются они кварцевым питанием на батарейке. Срок службы батарейки 5 лет. При этом предусмотрена бесплатная замена батарейки в течение 10 лет от производителя. Я могу выделить два главных отличия моделей на EcoDrive и модели Хрономастер на батарейке. Первое это непосредственно сам источник питания, и второй момент технологии изготовления циферблата. В предыдущем видео я уже высказался о том, что модели именно Хрономастер. Мне нравится больше циферблаты, поскольку они не являются солнечной панелью. Вот смотрите, сравнение двух циферблатов моделей The Citizen. Слева вы видите EcoDrive, справа Хрономастер. Я думаю, комментировать здесь особо нечего. Это мои придирки, мой субъективный вкус. Я не призываю здесь соглашаться со мной в плане дизайна, в плане эстетики, поскольку сам бы я выбрал именно EcoDrive. Для меня он удобнее, для меня он универсальней. Об этом я уже говорил несколько минут в предыдущем видео, если не видели, посмотрите. Итак, вернемся к нашему герою. Модель STQ570955 комплектуется стандартной коробкой The Citizen, с прозрачной крышкой, сама коробка пластиковая, в целом качественная и отличается от обычных коробок, которыми Ситизон комплектует свои часы. STQ570955, часы уже сняты из производства, выпускаются они примерно лист 6, наверное. То есть достаточно давно, и к сожалению их сняли. Почему к сожалению? Поскольку они очень красивые. Здесь есть люминафор, кстати, в отличие от новой серии. Сейчас об этом поговорим. Новая серия Хрономастер представлена тремя моделями. Белый на ремне, черный на браслете, золотистый или цвет шампань, также на браслете. Кстати, модель цвета шампань мы обозревали. В конце видео будет подсказка, сможете перейти посмотреть. Ну что же, давайте вернемся к главному герою нашего видео. 0955 это Титан, Сапфир, батареечный кварц, точность 5 секунд в год. А теперь обо всем по порядку. Пожалуй, начну с габаритов. На небольшой руке, такой как моя, часы сидят. Обалденно, прекрасно и не доставляют никакого дискомфорта в плане больших размеров, как сейчас это модно. Диаметр стекла здесь составляет 33 мм, диаметр по безелю составляет 37 мм и полностью со всеми выступами 39 мм. Высота часов 45 мм, толщина ровно 10 мм или 1 см. Модель выполнена из титана, очень легкая, весит 81 грамм. Преимущественно она вся глянцевая. Вы видите, что сатинированные только у нас дужки в месте крепления к браслету. Таким образом они образуют единый стиль с браслетом, который преимущественно именно матовый. Хороший браслет, мне он очень нравится. Посмотрите, все выполнено на достаточно высоком уровне. Имеются глянцевые вставки. Звенья обработаны очень хорошо. Застежка с логотипом Citizen. Выгравирована. Тоже выглядит очень прилично. Застежка здесь обычная. Нажимаем, открываем. Никаких секретов здесь нет. Все просто. Естественно, она летая. Можете увидеть. Citizen Titan. Задняя крышка глухая, с нанесенной служебной информацией. Она на винтах. Водозащита 100 метров. Сам браслет по качеству. По тактильному. Мягкий, приятный. Знаете, часы теплые. То есть, когда их в руках держишь. Их приятно держать. Кажется, что эта часть тебя не хочется отпускать. Конечно же, это заслуга титана, в том числе, отлично изготовленного. Стекло на часах сапфировая, естественно, с двухсторонним антибликом, создается эффект отсутствия стекла. В жизни видно примерно так. Очень хорошо смотрятся стрелки и метки под этим стеклом. Очень все красиво. Цифроват, как я люблю. Черный такой цвет осмолы. Очень красивый. Кстати, минутные риски, приглядитесь, они не нарисованы. Я не помню, где еще видел такое качество изготовления именно минутных рисок. Обычно они нарисованы. И производитель считает, что если вам не нравятся нарисованные, просто не покупайте. У Citizen другое отношение к делу. Теперь два слова о механизме. Говорить здесь особо нечего. Самый точный калибр в мире, плюс-минус 5 секунд в год, А660, питание от батарейки, срок службы 5 лет. Бесплатная замена в течение 10-летнего гарантийного периода. Все классно. Естественно, механизм с вечным календарем, в том числе, откалиброванное попадание с секундной стрелки по делениям. Вы можете видеть, что все очень четко. Очень хочется показать вам красоту циферблата, но из-за небольших бликов показать эту черноту, к сожалению, не очень получается. Примерно она выглядит в жизни вот так. Красивый циферблат, красивые стрелки, все добротно изготовлено. Кстати, вы заметили, что на часах есть люм, в том числе на метках и на стрелках. Светит красиво. Очень хотелось бы вам показать сравнение часов Citizen Chronomaster с такими же кварцевыми братьями Grand Seiko Quartz. Но, к сожалению, Grand Seiko Quartz я не очень, скажем так, поднимаю. Именно в части философии кварца, поэтому вряд ли он мне когда-нибудь кажется. И поэтому предлагаю вам сравнить Citizen Chronomaster стоимостью 280 тысяч японских йен с Royal Orient стоимостью 230 тысяч японских йен. Модель VE-0031EK. Как вы поняли, обе модели относятся к топовым, это вообще механика у нас, стальная, то есть абсолютно разноплановые механизмы, но мы можем посмотреть качество изготовления одних и других часов. Смотрите, к примеру, циферблат. У Royal Orient он также черный, как я люблю, смола. Да, шикарно все выполнено. Citizen тоже самое. Если мы говорим о стрелках. У Citizen своя философия стрелок, у Royal Orient все так же четко обработано. Вы можете видеть, что боковые грани полированы, в середине они матовые. По браслетам. Обе модели имеют шикарные браслеты. Мне очень нравится браслет Royal Orient, он мягкий, удобный, очень приятно сидеть на руке. Давайте посмотрим также на качество полировки. Возьмем боковые торцы The Citizen. Вы можете видеть этот точный, конкретный переход от глянца к сатину. Что мы имеем на Royal Orient? В общем-то то же самое. Здесь даже немного сложнее. Здесь у нас сначала сатин, потом глянц и опять сатин. В принципе по сравнению модели все. Если хотите увидеть обзор Royal Orient, ставьте лайки. Давайте наберем хотя бы 50 и сделаем отличный обзор этой механической и люксовой модели. Которая кстати уже снята с производства. А мы продолжаем говорить о модели STQ5709-55. Время подводить итоги. Давайте разберем по стоимости часов, по плюсам, по минусам и кому я их порекомендую. Первый плюс это конечно же точность. 5 секунд в год, ребят, это не шутки. Второй плюс это наличие батарейки. Да, ребят, как ни парадоксально, но заменить батарейку можно практически в любом городе нашей страны. Здесь нет какой-то специальной батарейки от Citizen, здесь стоит просто добротная толковая батарейка Sony, либо Panasonic, скорее всего Panasonic. Третий плюс наличие вечного календаря. И четвертый плюс это титановый корпус. Я не являюсь большим любителем титановых корпусов, но данная модель мне очень понравилась, особенно тактильно. Часы просто не хочется снимать с руки, они к вам как будто прилипают. Очень классно, очень удобно. В предыдущем обзоре вы видели сетинный хрономастер AB9052A, он был стальной, и таких чувств он у меня не вызвал. А теперь о минусах. Первый минус это цена. 280 тысяч японских иен с учетом налогов, всех моментов по доставке в Россию, примерно мы имеем 160 тысяч рублей на начало 2017 года. Это очень приличные деньги, не каждый себе может позволить, но если можете позволить, то выбор у вас будет очень правильным, я за вас просто сильно буду радоваться. И второй минус, который я здесь отмечу, это небольшие габариты корпуса по современным меркам. При этом это минус очень условный, очень субъективный. Кто-то любит поменьше часы, кто-то побольше. Эта модель вышла давно, тогда были в моде такие размеры. И я уверен, что те, кто хотят купить именно классику на Титане с классным дизайном, не будут гнаться за 40, 41, 42 миллиметров. Ребят, всем спасибо, у меня все, что я хотел вам сказать по этим часам. Фотографии, как обычно, вы можете увидеть в описании под этим видео. Не забывайте подписываться на наши соцсети, следите за нашими акциями. Всем спасибо, носите хорошие часы, всем пока.